С 7 утра до 12 и 5 часов я все рассказываю. Нету сил нет. Александра Александровна чуть не лишилась чувств, узнав, что она стала жертвой телефонных мошенников. Жулики забрали все, что удалось скопить за многие годы – 30 тысяч рублей. Использовали мошенники старую проверенную схему обмана. Они не пришли, а по телефону, что плохо с внуком. Нужны деньги покрыть аварию. Всю жизнь два экономических образования. Экономист, кандидат на УЗИ. Попастся. Экс-декан экономического факультета Красноярского технологического университета Александра Кузичкина умирает от позора. Всю свою жизнь она преподавала и воспитывала студентов, а ей вот так отплатили. 86-летняя женщина говорит, что денег-то не жалко. Главное, что с внуком все хорошо. А мужчина недоумевает, как в рассказы жуликов могла поверить его бабушка. В 5 утра звонит бабушка. Привет, как дела? Как у тебя с машиной постоит? Ну как, это все обычно, все хорошо. Потом трубку положил, так подумал, почему-то она в 5 утра мне звонит. Ну перезвонил, говорю, а что случилось-то? Ну вот, говорит, люди какие-то. Позвонили вечером. Представили сотрудниками полиции, сказали, что я попал в беду, сбил человека, то, что нужно 30 тысяч. Вообще это стоит намного дороже, но ей там по акции сделают это за 30 тысяч. Ну просто приехали, забрали эти деньги и исчезли. По иронии судьбы Сергей бывший полицейский. И от этого ему еще обиднее. Сейчас случившимся мужчина винит только себя. В этот день он не позвонил бабушке. Полицейские уверяют, что подобные преступления они раскрывают с легкостью, поскольку преступники оставляют очень много следов. Это телефонные номера и счета. Ну вот только не все красноярцы обращаются в полицию. И это зря, поскольку можно вернуть даже свои деньги. Все чаще мошенники представляются сотрудниками полиции. Даже называют имена и фамилии высокопоставленных служителей закона для пущей убедительности. Но даже этому верить не стоит. В первую очередь нужно оценить ситуацию и попытаться выяснить, все ли действительно в порядке с вашими родственниками. Для этого есть масса возможностей. Есть телефоны ваших родственников, других. Есть телефоны, допустим, знакомых ваших детей и так далее. То есть нужно обязательно рассмотреть такие варианты и не спешить к передаче денежных средств. Это во-первых. Во-вторых, вопросы, которые предлагаются решить, связанные с возбуждением уголовных дел либо прекращением за денежное вознаграждение, таким способом не разрешаются. В полиции также предупреждают, что мошенники любят эффект неожиданности. Тревожные смс и звонки приходят, как правило, поздно вечером или даже ночью, рассчитывая застать вас врасплох. Если вы не смогли дозвониться до близких сразу, то лучше отложить вопрос до утра. В этом случае молчание золото. Юлия Комлякова, Вячеслав Казаков, Михаил Масленников. Афонтова. Новости.